МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нетрезвые водители – угроза безопасности дорожного движения. 27 ДТП с участием пьяных произошли на Камчатке с начала года. В авариях погибли 4 человека и 29, среди которых один несовершеннолетний получили травмы. Каждый нетрезвый водитель – угроза безопасности дорожного движения. Так, 10 мая в 6.30 на 27-м километре автодороги Морпорт-Аэропорт 19-летний гражданин, не имеющий водительского удостоверения, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем Тойота Камри, не справился с управлением и совершил наезд на металлическую опору освещения. В результате аварии водитель автомашины Тойота Камри госпитализирован, а его 20-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция призывает камчатцев не быть равнодушными и проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что за рулём автомобиля пьяный водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 46-92-02. Возможно, одним звонком вы спасёте жизнь этому человеку и другим людям, которые могут пострадать по его вине. Пропавшего несколько дней назад жители Петропавловска нашли мёртвым. Его убили ножницами. Уголовное дело по факту убийства 27-летнего мужчины возбудили камчатские следователи, подозреваемый и ранее неоднократно судимый 50-летний местный житель. Из материалов уголовного дела следует, что 10 мая подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подвале гаража в ходе словесной перепалки со своим знакомым, из личной неприязни ударил потерпевшего в грудь ножницами. От полученного ранения молодой человек погиб на месте происшествия. В дальнейшем злоумышленник, желая скрыть следы совершённого преступления, вывез тело потерпевшего на его автомобиле в лесной массив, расположенный недалеко от посёлка Радыгина, где оставил, полагая, что погибшего найдут дикие животные. Однако, 18 мая местонахождение потерпевшего было установлено. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время по ходатайству органа следствия злоумышленнику избрано меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Уже назначены необходимые экспертизы. Проводятся проверки, направленные на дальнейшее детальное установление всех обстоятельств случившегося. Расследование продолжается. Городская больница номер 2, детская поликлиника номер 2 и Центр медицинской профилактики Краевой столицы. На единый номер 122 перевели регистратуры трёх лечебных учреждений Петропавловска. На полуострове продолжается работа под централизацией входящих вызовов. По номеру 122 можно вызвать врача на дом, записаться на приём к узкому специалисту, получить медконсультацию. Теперь для того, чтобы обратиться в лечебно-профилактические учреждения Петропавловска, Камчатского, Елизова и Вилючинска, уже не нужно запоминать многочисленные и плохо запоминающиеся телефоны регистратуры. Достаточно позвонить по короткому номеру 122. По этому номеру можно вызвать врача на дом, записаться к узкому специалисту, получить иную медицинскую консультацию. Все эти мероприятия проводятся в рамках централизации по единому номеру 122. Ряд поликлиник уже перешёл на этот номер. Это городская больница номер 2, городская детская поликлиника номер 2 и центр медицинской профилактики. Централизация планируется к завершению, к 30 сентября. Следующим, кто присоединится к единому номеру здравоохранения, будет краевой кардиологический диспансер. А до конца сентября упразднят телефонные номера 10 регистратур крупных лечебно-профилактических учреждений края. Надо уходить от использования мазута на Камчатке. Об этом заявил зампредправительства страны, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса на территории полуострова. Он отметил, что вопрос энергообеспечения Петропавловска поднимался многократно на различных встречах. Есть поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Некоторые работы ведётся, однако в полном объёме ответ на вопрос энергоснабжения Петропавловска-Камчатского на день сегодняшний отсутствует. Есть предложения по линии Новотека. Были поручения, связанные с разведкой термальных источников. По словам губернатора края Владимира Солодова, расходы, связанные с субсидированием покупки топливно-энергетических ресурсов, составляют до четверти всех расходов региона. Это очень большая цифра, и она приводит к фактической разбалансировке бюджета. То есть мы вынуждены залатывать дыры для того, чтобы, безусловно, базовые наши потребности, связанные с стабильным, устойчивым, надёжным обеспечением теплом, энергетическими ресурсами обеспечиванием. Для жителей Камчатского края этот вопрос имеет особое социальное значение. В памяти очень хорошо остались тяжёлые 90-е годы отключения топлива, ожидания прихода танкеров с мазутом, которые были самой долгожданной новостью. И поэтому среди социально значимых проблем она тоже относится к, безусловно, первоочередным. На встрече отметили, что есть возможность предоставления как бюджетных, так и казначейских кредитов по льготной ставке для покрытия соответствующих расходов на покупку топлива региона. Кроме того, сообщили, что уровень добычи на полуострове падает, а работа по поиску новых месторождений не приносит результата. Решением проблемы может стать увеличение завоза нефтяного вида топлива или строительство инфраструктуры для обеспечения потребителей региона за счёт жиженного природного газа. Как отметил Юрий Трутнев, президент России Владимир Путин принял решение и дал поручение по строительству в бухте Раковая плавучего терминала по приёму, хранению и регазификации жиженного природного газа и всей необходимой инфраструктуры, включая строительство двух газовозов для доставки жиженного природного газа с перегрузочного терминала в бухте Бичвинская. Уже подготовлены основные технические решения и ведётся проектирование по реализации проекта, разработаны основные технические задания. Прежде всего мы послушали компанию «Новотек». Хочу честно признать, что сегодня мне их позиция не очень понравилась. До сих пор она была гораздо более чёткой, но мне кажется, что они услышали. Я надеюсь, что они выполнят все те обязательства, которые брали на себя в присутствии президента Российской Федерации, когда они сказали о том, что они готовы обеспечивать при необходимости Камчатку с жиженным природным газом. Добавим, у Камчатки есть опыт в области использования геотермальных ресурсов и развитие этого направления должно способствовать снижению потребностей в привозном топливе и обеспечению энергетической безопасности региона. Ведутся работы по линии компании «Зарубежнефть» по разведке термальных месторождений. Мне тоже представляется, что их можно везти быстрее. Мы попросили Министерства природных ресурсов как можно быстрее завершить лицензирование. Нам нельзя терять этот сезон. Предложение о том, что они лицензии выдадут осенью, меня не устраивает. Лицензии надо выдавать не осенью, а, извините, весной, чтобы компании уже могли в этот сезон зайти в работу. Ну и понятно, что компания «Зарубежнефть» в такой большой работе по переводу на термальную энергетику потребуется помощь. Мы договорились о том, что компания «Росгидро» войдет в этот проект вместе с «Зарубежнефтью» и помогут в его реализации. Напомним, в рамках рабочей поездки на полуостров Юрий Трутнев проверил ход строительства Камчатской краевой больницы, посетил другие социальные объекты и ознакомился с реализацией инвестиционных проектов в крае. Во второй части выпуска МАЗ Медиа Ньюс смотрите. Аллея флота в Петропавловске ждет настоящее преображение. Государственная итоговая аттестация началась на Камчатке. Несколько краевых турмаршрутов получили паспорт к новому летнему сезону. Об этих и других событиях узнаете далее. Аллея флота в Петропавловске ждет настоящее преображение. В городе начались работы по благоустройству бульвара 300-летия российского флота. По словам мэра краевой столицы Константина Брызгина, новый облик территории горожане увидят в этом году. Мы сегодня на аллее флота, которую ждет преображение в этом году в рамках программы «Комфортная городская среда». Жители проголосовали в 2018 году за то, чтобы этот объект попал в число первоочередных для проведения благоустройства. Был заказан проект, который в этом году будет реализован. Подрядчик приступил к работам по демонтажу находящегося здесь оборудования. И планирует этим летом выполнить работы по благоустройству. Глава города подчеркнул, что на аллее запланированы комплексные работы. Будут сохранены памятный камень с капсулой времени и стенд с мемориальными досками погибшим морякам. На аллее установят декоративные скульптуры, скамейки и урны. Территория будет дополнительно озеленена. Также появится информационный стенд с картой объекта. Мы сохраняем традиционный вид аллеи флота, как аллеи связаны с морем, с флотом, с кораблями. Вместе с тем, конечно, вид изменится. Я надеюсь, горожанам будет интересно пользоваться новыми общественными пространствами. Во время выездного совещания Константин Брызгин обратил внимание подрядчика на то, что в приоритете работ их качество. Самое главное – качество. Даже если мы не супер ускоряемся по строкам, хотя это тоже нужно будет, но это уже в процессе. Мы посмотрим, что с материалами у вас, как они идут, и с мафами. Но основное – это качество, потому что у нас был опыт горький, и нам нужно этот опыт избежать. Вместе с благоустройством аллеи планируется обустройство лестницы напротив нее, которая связывает улицы Советская и Ленинская. Важный знаковый объект для Петропавловска-Камчатского – это лестница с водопадом с улицы Советской на улице Ленинскую. Мы не могли приступить к ее ремонту, потому что необходимо было отремонтировать аварийную подпорную стену. В прошлом году, как жители видели, мы это сделали. И в этом году синхронно, параллельно с работами на аллее флота мы будем выполнять ремонт лестницы с водопадом. При этом предполагается главную идею, которую заложили жители города при строительстве этой лестницы, оставить. Она будет также с водой и с мозаикой. Сейчас на территории аллеи флота устанавливают защитные сетки и леера. В мэрии просят горожан отнестись к работам с пониманием. В настоящий момент заканчивается обустройство ограждения вокруг аллеи. И просьба наших жителей отнестись с пониманием, немножко потерпеть, чтобы объект был безопасным и все работы были выполнены в срок. Напомним, что благоустройство общественных и дворовых территорий в Петропавловске проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. С 2017 года благодаря проекту в Краевом центре благоустроили 7 общественных территорий и 98 дворов. Не забыть взять паспорт и комплект черных гелевых ручек. Государственная итоговая аттестация началась на Камчатке. Девятиклассникам предстоит проверить знания по четырем предметам, два из которых обязательные – математика и русский язык. Первыми в этой череде экзаменов стали 300 ребят из общеобразовательных школ региона, которые 19 мая написали ОГЭ по английскому языку. Проходит экзамен, получается, в трех ступенях. Первая, значит, идет письменная часть, затем подготовка и устная часть. В каждой аудитории распределено по 15 человек, и, соответственно, они переходят из одной аудитории в другую для того, чтобы перейти к следующему этапу сдачи экзамена. За каждой аудиторией закреплено два организатора и вне аудитории. На экзамене участник может пользоваться словарем. В каждой аудитории был закреплен организатор, который помогал выпускникам в заполнении бланков и следил за правильностью написания паспортных данных. Кроме того, в кабинетах установили видеонаблюдение, а контролировали ход проведения экзаменов общественные наблюдатели. На сегодняшний день подготовила 12 аудиторий. Четыре аудитории для проведения письменного экзамена, четыре аудитории для подготовки к английскому языку и четыре аудитории устного экзамена. Следующий ОГЭ пройдет 23 мая. В этот день выпускники девятых классов будут сдавать обязательный предмет – математику. Добавим, в этом году ГИА пишет около трех с половиной тысяч камчатских школьников. Основной период экзаменов продлится с 19 мая по 22 июня, а резервные дни рассчитаны с 4 по 9 июля. Голубые озера, Мишенная сопка, горный массив Вачкажец и другие туристические маршруты получили паспорт к новому летнему сезону. Министерством туризма Камчатского края совместно с Камчатским выставочным туристическим центром продолжается полномерная работа по поручению губернатора по паспортизации туристических маршрутов. Это серьезное комплексное мероприятие, которое проводится совместно с рядом природно-охранных организаций, с спасательными отрядами, с администрациями муниципальных образований, в результате которых мы получаем грамотный туристический продукт, который могут взять на вооружение как действующие, так и новые туристические компании. Тем более паспорт данных маршрутов, которые мы сегодня утвердим вторым этапом, они будут также нанесены на карты ТУГИС. Так, к началу лета паспортизированы 22 экскурсионные программы, а к концу года их диапазон расширится до 200. Помимо известных всем направлений, в список счастливых обладателей документов попали водопад Спокойный, мыс Маячный и Верхнепаратунские источники. А уже на следующей неделе паспорт могут получить дачные термальные источники. Первый краевой форум-фестиваль «Не рядом, а вместе» для наставников, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошел на площадке молодежного центра в Петропавловске 14 мая. С 2017 года Камчатский ресурсный центр содействия развитию семейных форм устройства реализует программу «Наставник», в рамках которой у детей, оставшихся без родительского попечения, появляется значимый взрослый. Старший друг в лице студента-наставника, который оказывает моральную поддержку, помогает советами, мотивирует к саморазвитию, обучению и профессиональной ориентации. Сегодняшний форум дает уникальную возможность ребятам приобрести новых друзей, приобрести новые знания, познакомиться с таким понятием, как социальное проектирование, поучаствовать в мастер-классах. Ну, конечно, мы убеждены, что сегодня ребята не только новые знания получат, но и приобретут новых друзей. И надеемся, что проведение этого форума-фестиваля станет традиционным в Камчатском крае. Формат форума «Не рядом, а вместе» носил дружественный характер. Здесь, в стенах молодежного центра, собрались представители молодого поколения, которым небезразлична судьба детей-сирот. Именно поэтому название форума носит глубокий смысл, а его проведение еще больше сплачивает наставников и детей-сирот. Однако еще одной целью является поиск новых наставников. Мы приглашаем активную неравнодушную молодежь к нам в ресурсный центр, службу постинтернатного сопровождения, присоединиться к программе «Наставник», чтобы помочь выпускникам интернатных учреждений в успешной социализации при выпуске из интернатных учреждений. Форум-фестиваль дает уникальные возможности приобрести знания, познакомиться с новыми друзьями, встретиться с профессионалами своего дела, принять участие в мастер-классах, тренингах и социальном проектировании. И это далеко не все преимущества форума «Нерядом, а вместе». По итогу мероприятия всем участникам вручили именные сертификаты. Одной из главных целей этого форума-фестиваля является популяризация наставнической деятельности. Гости мероприятия делились опытом своей работы, рассказывая, как это замечательно помогать детям. Участвуя в программе «Наставник», я смогла почувствовать себя нужной таким же ребятам, как и я. Программа «Наставник» помогает ребятам почувствовать нужным и быть уверенным в себе. Я являюсь наставником уже год. Я помогаю детям реализоваться и привыкнуть к новому месту пребывания в детском доме. Это работа нелегкая, достаточно сложная, но имея железные нервы, можно и не с таким справиться. Я уже помог двум детям освоиться в нашем детском доме. Сейчас я являюсь председателем наставников и желаю, чтобы больше молодежи участвовало в этом. Почти всю жизнь, что я живу, искал это, помогать детям, сверстникам. Здорово. Организаторы форума поблагодарили всех его участников за важную работу и за помощь. Отдельную благодарность выразили Валерию Калашникову, депутату Законодательного собрания Камчатского края 4-го созыва, за неоценимую помощь в реализации мероприятий проекта «Наставник». И организаторы, и участники форума фестиваля выразили надежду, что «Не рядом, а вместе» будет проходить ежегодно. Редактор субтитров А.Семкин